Сегодня вот такой зверь, написано, что он трёхфазник, 6 выводов, можно включить 220, 380, звезду треугольник. Ну тут ещё 50-60 Гц, на 50 Гц 55 кВт, хорспавы, лошадиных сил 0.75, оборотов 1370 на 50 Гц, ток 2.6, это на треугольнике на звезде 1.5, видимо, да. А, носки упали. Говорят, с жёной, надо, говорит, сделать, это эти, буровики, буровики, которые скважину бурят. Им насос надо, говорит, поднимать, там у них лебёдка-механика, и вот эти три фазы им не надо, им бы одну фазу. А мне тут что-то мелькнуло мыслишко, а не пристроить мне этот частотник, он у меня тут на другое дело брался, да не нужен оказался. Он уйдёт всё равно, но вот это тот случай, когда он может понадобиться, тем более, они говорят, что им надо там обороты поменьше, и менять, и ещё что-то. В общем, короче, сейчас будем открывать, поглядеть, что это такое, в каком он состоянии. Ну, звонится он как-то вовсе непонятно. Открываем. Крышки лучше пометить, вот тут по одному керну на корпусе и на крышке, потому что тут ось. А тут по два керна на крышке и на корпусе, потому что тут вентилятор, чтобы потом не гадать, что тут сальник, вон, прожину потянул. Ну, что я тут можу сказать? Зажарено. Так, ну. Сейчас мегаометром. Будет держать так. Может поднимутся концы. Тут тоже же самое. Ну, я же говорю, я сейчас попробую. Изоляцию посмотреть на. Геометром покрутить. Ну что, клиент созрел. Мотаем. Мотаем три фазы. С расчетом, что частотник еще мой будет использоваться. Но надо поддать ему мощи. Пазы все равно там полупустые опять. Ну, по-любому сейчас снимаю с пиводов, обращаю внимание. Скажем, начало, это концы фаз. Я не ленюсь и всегда возле вывода делаю вот эти вот запилы над фельком. Это будет значить, что это первый паз. Вот он, первый паз. Иногда это роли не играет, а иногда пазы бывают разной формы, разного размера, в однофазниках особенно. И это нужно соблюдать. Так, ну тут я только посмотрел, где концы. А переходы, переходы тут не выводишь. Все, погорело. Короче говоря, концы я вот подписал, откуда, что, куда выходит. Вот, сдается мне, что вот эта вот нумерация, все похерили предыдущие владельцы. Так, нашел я схема стандартная. Нашел я четыре катушки на одну фазу. Вот схема. Отсюда я снял. Посмотрел здесь. Вот, скажем, коричневая. Вот она, коричневая. Идет восемнадцатый паз, вот так вот мотается. Отсюда выходит переход, П поставлено. Шаг 1.6. Опять мотается вот так. Сейчас посмотрим, сколько витков и какого сечения провод диаметра. Мотается вот так. Тут переход идет сюда. Мотается вот так. Тут переход идет сюда. Мотается вот так. И вывод вот коричневая. Вот то, что обведены, это условно начало. То, что не обведены, это условно концы. Трех фаз. Вывода я все подписал. В общем, можно срубать и смотреть, что там. По виткам. По диаметру. Может еще фокус быть намотан. Двигатель итальянский. А заварено по-советски. Или в Китае еще тоже так делают. Но это от СССР им технологии передали. Скорее всего, все-таки оттуда. Но намотано в один провод. 0,53. В Канаде научились срубать не со стороны выводов, а со стороны не выводов. И в этом есть свой смысл. Ну, в пазу место есть. Можно протолще протолеть. Без нужды стараюсь не выжигать. А чем выжигать, если можно выжигать? Нужно сохранить клинышки. И вывода. Вот эти сливы, то бишь термостойкие трубки. И вывода. Они тоже термостойкие. От зубила иногда вот выводят зубцы пазов. Нужно выпривязать головки этих. От пазов тоже нужно с обоих сторон напильником полукруглым. Тут будет цеплять потом. Здесь кромки отверстия тоже острые, как бритва. Фаски нужно поснимать. Можно пришпан использовать. Но у меня вот есть пластик. Он термостойкий. Тут, видимо, режимчик будет тяжеленький. Так что я пока с этого буду делать. Дилизы забил. Тут теперь главное не перепутать. Вода делает отверстие. А не с этой стороны. Вот моя моталка. Один к четырем. Такая же как-то. Тут тоже как бритва. Троя. Тоже... Сейчас уберу этот заусенец. И с той стороны тоже. Там изоляция тут всю. Перемотаем салфик. Две. Хотел даже четыре. Да не влезает четыре. И укладываем сразу. Вода, где отверстие. Сейчас вот эти вот две уложу сюда. И это будет одна фаза. Пазы закрывать. По всему белому свету выпускают вот такой профиль. Вот он разных сечений. И разных материалов. Называют его wages. По-английски wages. Это clean. Есть двухслойные обмотки. И их используют. Чем они хороши? Пальцами не надо гнуть. Резать вот эти вот полосочки. Выгибать. Они по метру продаются. Недорого. Что-то 10 долларов. Сто штук. Но 10 долларов у них это копейки. Чем сидеть. Гнуть. И чуть ли не молотком можно забивать. Очень удобно. Я же говорю. Вот это я вообще в Китае заказывал, купил. Весь белый свет. А тут даже не знают про это. Есть тут ебанутый такой форум. Электрообмотчиков. Я адрес потом там в ссылке сброшу. В названии. Они меня там забанили. У кого будет желание, сходите там. Потычьте им мордой. Пусть посмотрят, как этим пользоваться. Начинаешь им объяснять. Ничего не понимают. Один еврей, другой дурак. Хотя и тот дурак, что еврей. Мудер, так называемый. Ну, короче. Очень полезный. Я взял потолще, плотный паз. Полный получается. Вот, пожалуйста. Свободно закрываю. Вот, отмешка заготова. Вот. Форум обмотчиков. Форум для обмотчиков электродвигателей. Вот канадский Бадма. Это я. Вот пишу им. Вот клинышки. Вейджис это называется. Тут в комментариях пробуют, что это пазовые крышки. Это называется вейджис. По-английски перевод вейджис это клинья. Вот. Предлагаю. Потому что так мотают по всему белому свету. Давно уже. Даже в Китае. И в Монголии. Вот. Температуру эксплуатации предложены вами материалов от минус до 40 до плюс 75. И для пазовых клинья совершенно непригодны. Это московский еврейчик. Нил какой-то. Вот. Тут, правда, люди пишут, что все это хорошо работает. Я им тут вставил темку вроде как этой обмотки славянки. Мне тут подбросили. Тут мне отвечают, ты с этой славянки тут не высовывайся. Тут вот это матерное слово. И тут же они, ну как говорю, если бы, я согласен, что это все фуфло. Говорю, ну давайте обсудим. Бах, трах, тут же меня блокируют. Ну и все. Еще тут админ есть какой-то, блядь. Откуда? Укс Украины западная. Ну, западенец какой-то говнючок. Я сам хохол, блядь. Но это вообще чмо. Говенная, блядь, львовская. Ну да ладно. Так вот. А, я им еще тут это. У меня опыт в Канаде 7 лет. Пишу, что в Канаде мегаметра нигде не видел ни одного. Везде пробойники. Тысяча, там полторы тысячи ставят вольт. Если пробило, то... Причем очень удобно, если пробило, то видно, где пробивает. А мегаметр показал плохая изоляция. А где он там плохая изоляция? Ничего не видать. Начинают пальцы гнуть. Да ты ничего не понимаешь. Да ты лов, да ты мегаметр. Да это наш бог мегаметр. Особенно вот этот вот заходился там в другом топике. Нил. Чмо залупоглазое. Вот так, как мотаю я и предлагаю мотать. Мотают по всему белому свету. Даже в Китае уже давно так мотают. Потому Китай и Китай с большой буквы и совершил рывок. Потому что он таких, как ты, специалистов в кавычки, Мау побил в период культурной революции. Житков, всех с прожидью, с жидинкой. Всех этих либералов сраных, блядь. Всех клопов и глистов всех повывел. Всех этих учителей типа Урганта, Сванидзе, Познеров, всех этих говнюков сраных, блядь. Поэтому они совершили рывок. Поэтому они дуют впереди планеты всей. А вы, блядь, до сих пор, всё по своему, по-жидовскому, блядь. Как к синагошке решили, так вы, блядь, и мотаете. Поэтому вы в глубокой жопе. Ну и слишком пришло в голову. Если он западенец, чему западенская, то какого хера он пишет на русском? Почему не на море? А? Слышь, админ, я сейчас капну куда следует. Тебе эту паяльник в жопу вставят? За то, что ты не на море тут. Блокируешь маскаликов с Канадой. Обматываю термостойкой, типа изоленты, лентой. Китайская, вот, хорошая термостойка. Тут самые места, где будут встречаться фазы. И может миссфазная изоляция выскочить. Лучше прокладывать сюда, обматывать. Синенькая вот эта очень хорошо входит. Это тоже типа PET. Не пластик. Особенно хороши вот эти вот длинные вэджисы. Для скважных насосов. Статор длинный, а кошечка маленькая. Можно одному мотать. Вначале уложил, а потом это и вставляешь, и на бжиг, вся в паз намотка всыпалась сама. Приминаю угольником дюралевым. Без заусенции. Пазик вот сюда. Вот намотали, уложили вторую фазу. А всего фаз у нас тут, как известно, три. То бишь, ещё нужно. И третью фазу уложил. Сейчас скоммутирую, выведу вывода. Укладываю межфазную изоляцию. Не где вывода, а с другой стороны. Трамбую, укладываю лампочкой. Нужно несколько витков, два-три витка вот так вот сделать. У самого железа там. И завязать, чтобы когда начнем вязать петли, изоляция межфазная не поднималась. А эти витки держали её. Вот пропускаю, чтобы затягивалась петелька. Вот эту сторону обвязал. Сейчас на ту пойду. Вот тут надо сначала распаять всё. Вода сделать, опять межфазную положить. На всякий случай проверяю, особенно крайние. Бывает прорежет. Но пока всё хорошо. Посмотрел на всякий случай наличие цепи по первой фазе. Смотрел между фазами, пока ещё не увязано. Держит всё нормально. Посмотрел все три на корпус. Держит всё нормально. Беру очень тонкий пришпан, толстый пришпан. И вот так вставляю. А потом толстый вот так. Также делаем шпагатом. Два виточка. По основанию. Завёл провода. Вывода. В отверстие на землю. Нормально. Сейчас посмотрим между фазами. Между фазами. Всё хорошо. Перед тем, как пропитывать лаком, я попробую включить. Собираем. Вот кернил я по два раза крышку. Секуралим. Не лишне крутануть мегаометром тут ещё. Проверили. Нормально крутится. Можно включать. Крутанул ещё раз мегаометром. На землю. Ну, включаем. Ран 52 Герца поставил. Начинаем мерить токи. Полтора. Вот треугольник, потому что у нас включили. 1,6. В общем, одинаково. 1,6. Полтора. Бликует. В общем, в районе полутора везде одинаково. Можно прибавить частоту. Вот тут 100. Без малого. 95. Хорошая штука. Стоп. Так, что у нас там? Так, выключить от греха подальше. На треугольнике надо было посмотреть. Смотрите. Так. На треугольнике ток. На треугольнике при 230 ток до 2,5 А под нагрузкой. У нас полтора на 50 Герцах. То бишь, всё про цюи, как говорят в Украине. Выключился. Ёмкости разрядились. Так, ну всё, пропитывать я уже много раз показывал. Что там показывать? Влага стекает, сушить. Опять собирать. Всё готово. 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 Продолжение следует...